Всем привет! Это Ирина Воскресенская. Сегодня мы с вами приготовим крем-чиз на основе сливок. Я покажу из чего я его делаю, как делаю, какие пропорции я соблюдаю. И расскажу то, что понадобится для приготовления крема-чиза. Значит, нам понадобится творожный сыр, может быть написан сливочный сыр или творожный. Я использую маскарпоне и хохланд. Вот, покупает такой сыр. Сливки. Сливки могут быть в любой марке. Я покупаю вот такие белорусские. И 33% натуральные сливки, в состав которых только простерилизованные сливки. Больше ничего. Вот, сливки нормализованные. Больше ничего не входит. То есть, только животного происхождения сливки большой жирности. 33-35%. И сахарная пудра. Еще нам понадобятся электронные весы, чашу, в которой мы будем взбивать с вами крем и миксер. Ну, в моем случае это ручной миксер, но миксер нужно выбирать такой. Если вы хотите заниматься кондитерским делом, то миксер должен быть несколько скоростей. И у меня 5 скоростей, потому что начинаем мы взбивать всегда на самой маленькой, на первой скорости. А потом это все будет увеличиваться. Важно очень на первом этапе сливки медленно взбивать. Как бы сначала перемешивать, а потом уже на большой скорости взбивать. Ну и теперь о пропорциях. На торт 16 см, в диаметре, стандартный торт на 1,5-2 кг, вот такой вот, в диаметре 16 см. Я беру вовнутрь и черновую обработку, одну порцию, и потом одна порция уже, когда я покрываю торт. И так же для капкейков, ну я всегда делаю одну порцию, сначала одну, чтобы она всегда была свежая, делаю, потом если она заканчивается, делаю еще порцию. Вот одна порция крем-чиза. Нам понадобится 300 г сыра, 100 г сливок и от 30 до 100 г сахарной пудры. Вот это предпочтение, ну и вашей, наверное, и в первую очередь клиента. Есть клиенты, которые не хотят сладкий торт. Есть хотят, чтобы он был сладкий, но не переслащенный. А некоторые говорят, что торт должен быть сладкий. Вот в зависимости от того, что хотят ваши клиенты, и будет у вас от 30 г до 100 г. Я кладу обычно 50-60. Вот это и на мой вкус. Все равно я его пробую, чтобы в первую очередь мне нравилось, чтобы это было вкусно. В принципе, все я вам рассказала. Сейчас мы положим, взвесим все, положим все в чашу и будем с вами взбивать. Положили мы с вами все в чашу. И тут и сливки, и сыр, и сахарная пудра. И теперь на минимальной скорости мы с вами все это смешаем. Аккуратненько. Даже вот так немножко размешаем, чтобы сахарная пудра не разлеталась. Я остановилась, чтобы вам показать. Сначала вот эта масса, она у нас довольно-таки жидкая. И мы с вами будем, и с такими еще комочками, будем с вами взбивать где-то, давайте, минутку-минутку-две на маленькой скорости. А потом 2-3 минуты уже увеличим скорость где-то с единички на троечку я поставлю. Минуту я где-то взбивала, уже комочков никаких нет, уже густые довольно-таки такие сливки стали. Потому что сыр, он сам по себе плотный, у нас взбиваются только сливки. Вот. Но этого еще недостаточно. Мы сейчас с вами увеличим скорость и проработаем еще, взбиваем еще, посмотрю я минуту-две, чтобы очень хорошая плотная масса получилась. Ну вот наш крем-чиз готов. Значит, смотрите, мы делали с вами со сливками. Еще крем-чиз делают со сливочным маслом. Тоже кладут 100 грамм сливочного масла. Только делается он тогда 100 грамм сливочного масла мягкого, надо комнатной температуры, чтобы несколько часов он постоял у вас, ну, вне холодильника, на столе. Кладете тогда сахарную пудру по вкусу и взбиваете. Масло, оно желтое, но при взбивании с пудрой оно светлеет. Вот как вас будет устраивать свет, ну, что он вот такой посветлел, практически белый, тогда уже будете добавлять сыр. И у вас также взобьете, будет такой тоже крем-чиз на столе сливочного масла. Такой крем, он более стабильный. Вот, смотрите, если бывает такое, что вам нужно сделать капкейки или торт, чтобы он, ну, иногда свадьба или день рождения делается на воздухе, и, например, летом жара стоит, то лучше сделать не на сливках, а на сливочном масле. С ними тогда ничего, они не потеряют форму, ничего не случится. Несколько часов. Это уже опробовано. Но вот такой, он, конечно, нежней и белее. Вот. Все, показала, научила вас делать крем-чиз.